Девушки отдыхают Вчера у него умер ребенок И смотря, я встречался с ним, разговаривал, общались И я понимал, что мои слова, они, может быть, соглашался, говорил, да Но они, знаешь, что они поддерживали, утешали Но утешить на самом деле мог только Бог И вот, когда мы с ним обнялись, он плакал и молились И я чувствовал, что Бог дает это утешение Вы знаете, мы с ним поговорили Я также общался с другими людьми, которые также находятся в страданиях Есть люди, у которых семья разрушена Есть люди, у которых дети находятся в алкогольной и наркологической зависимости Есть люди, у которых люди страдают или родственники страдают и находятся при смерти И когда ты видишь страдания, можно задать вопрос Где же Бог? Или что же нам делать дальше? Слава Богу, что у нас в христианстве есть надежда И слава тому, что мы можем полагаться на него Интересно, что у меня каждый день, я получаю стих с Библии Каждый день приходит на телефон И вот сегодня пришел стих, который очень хорошо подходил к тому, о чем хотел говорить сегодня Написано в Римлянам 8 глава, 18 стиха Ибо думать, что нынешние временные страдания ничего не стоят В сравнении с той славой, которая откроется в нас Нынешние страдания ничего не стоят с тем, что будет дальше С тем, что будет там на небесах, когда мы встретимся со Христом Люди постоянно стараются как-то объяснить страдания Переживания, проблемы, на те, кто утешение Слова, которые говорят о мире, держись Они не имеют никакого по собой основания За что держаться? За бутылку водки? За что держаться? За телевизор? Люди, которые не знают Бога, у них не за что держаться И когда происходят страдания, переживания в жизни Они теряют свою надежду Я разговаривал с людьми, которые говорят о том, что теряют детей И все, их жизнь разрушена, они видят смысл жизни И люди живут 10 лет, 20 лет, 30 лет Они обвиняют Бога, обвиняют всех, кто находится вокруг них У них нет утешения, для них кажется, что жизнь закончилась Люди с дальних времен пытаются говорить об этом Богословы, проповедники рассуждают И пытаются объяснить, что есть у Бога план Пытаются рассказать, что Бог приготовил для них В последнее время больше и больше людей Они пытаются обвинить Бога Они не отрицают наличие Бога Но они говорят, почему? В мире столько страданий, столько зла Где же Бог? Почему Он молчит? Один человек говорит, одна из причин Почему я не хочу принять Бога Потому что в мире много зла Если мы говорим, что есть любящий Бог Но видим зло Я не понимаю, что происходит И он забывает о том, что Бог сделал так Что Он все отдал для жизни для нас Люди говорят о том, что Бог наполняет наш мир Продуктами, достаточными для того, чтобы накормить всех голодных Но однако люди, которые ведут свой бизнес Они сжигают, если у них множество Очень много продукции приходит Большой урожай наступает То они эту продукцию стараются как-то или сжечь Или удалить И не выпускают ее на рынок Выбрасывают ее Бог дает, наполняет людей миром Но люди начинают войны Не Бог Люди забывают об этом Забывают о том, что это не слова И не дело Творца начать войну Слова Творца принести мир и любовь И вот находясь с людьми, которые Как я говорил сегодня Которые переживают особую боль и страдания Ты чувствуешь себя беспомощным Ты понимаешь, что тот человек Который находится около тебя Эта боль, которая в нем находится Он переживает ее Эмоционально, физически И все, что ты можешь сделать Ты можешь Просто находиться около него Просто рядом И кажется, слова, которые ты говоришь Они ничто не могут сделать Но Бог, я знаю, что Бог действует Бог действует через нас, верующих Но опять же, когда встречаешься с людьми Люди по-разному пытаются утешить Я знаю, что встречался с ситуациями Когда у людей была какая-то болезнь Или какое-то переживание И говорили так Ты знаешь, наверное, в твоей жизни Есть какой-то грех И Бог тебе посылает Это переживание, которое у тебя есть Как наказание Эту болезнь посылает Как наказание И человек начинает мучиться Переживать, за что же Бог, ты мне наказываешь Некоторые люди просто пытаются В какой-то ситуации Быть веселым, шутливым Просто поменять тему Чтобы люди забывали о своих переживаниях О своих страданиях Могут спеть пару псалмов Прочитать место в Писании Но когда уйти, человек остается Один на один с той проблемой, которая есть у него Кто-то будет говорить Бог исцеляет У тебя недостаточно веры Что Бог тебя исцелил в болезни У тебя недостаточно веры Чтобы твой сын пришел в церковь У тебя недостаточно веры Чтобы Твой ближний, твой муж Или твоя жена Вину из тебя Кто-то постоянно говорит О том, что Пытается найти утешение Какие-то слова По своей человеческой мудрости Кто-то может сказать То переживание, которое у тебя есть Бог тебе дал Он тебя выбрал И он знает, что ты В этой ситуации Ты можешь помочь другим людям И в принципе Многие слова, которые мы говорим По человеческой мудрости Они, возможно, как-то и правильные По своему человеческому рассуждению Неправильными Но человек Он слышит это, понимает Но он переживает Ему больно, ему тяжело Знаете Когда приходят ситуации Ты думаешь Что же утешить Что же сказать Что же рассказать Что же мы читаем в Библии об этом Мы читаем в Библии В Ветхом Завете Мы могли прочитать о том Что Бог говорил Что страдания Это последствия Последствия За какие-то грехи За какие-то поступки За И мы слышим Что многие страдания Многие переживания Это были наказания Бог предупреждает о том Что Если ты будешь неправильно Что-то делать То ты будешь наказан Но Новый Завет Совершенно по-другому Открывает нам ситуацию Оно открывает Что когда Иисус пришел Люди обращались к Нему Он приходил Он заботился о них Он исцелял их Он утешал их И Он перестал быть Тем Богом далеким Который был где-то там На небесах Которому могли обращаться И было его решение Прийти как-то Разрешить ситуацию Когда пришел Иисус Христос Люди звали к Нему Люди, которые были Больны много лет Люди, которые были Были одержимые Люди, которые были мертвыми Он приходил к ним Даже мы помним ситуацию Что Он плакал вместе с ними Он плакал за них И Он давал им утешение Дал им освобождение И люди, когда говорят О том, что Ты наказан за что-то Что-то в твоей жизни не так Иисус рассказывал И говорил Мы читаем в Луки В 13 главе Он говорил О галилеянах Которых Ирод убил Их кровь смешала С кровью Животных И Он говорил о том Что Думаете ли вы Что галилеяне Они были грешнее всех Галилеян Что так пострадали Нет, говорю вам Или думаете Что те 18 человек Которых упала башня Побила их Виновнее были всех Живущих в Иерусалиме Нет, говорю вам Такие ситуации происходят Не обязательно И самое интересное Что Бог не объясняет Почему Но вот Ситуация произошла Человеку больно Человеку тяжело Нам не нужно Искать для нас Нам не нужно Искать Почему это произошло Нам нужно Поддерживать Этот человек И говорить Что нам делать сейчас И Иисус Когда говорил об этом Говорил что это происходило Говорил родственникам Друзьям Знакомым Которые слышали Возможно знали этих людей Он говорил что Если не покаетесь То погибнете Он говорил о том Что вам Вся вот эта жизнь Которая сейчас у вас есть И переживания Которые у вас сейчас есть Они ведутся К чему-то вечному Потому что Жизнь на земле Здесь не постоянно Но опять же Иисус говорил об этом Проповедовал об этом Что говорит человеку Как говорит человеку Который находится В этом переживании Как говорит человеку Которому сейчас больно Что говорит Библия На что мы можем посмотреть Прочитаем Секомест Писания Которые так же До конца Не отвечают На этот вопрос Но они дают понимание Как нам нужно Вести в этой ситуации Они не отвечают На вопрос Почему это произошло Они говорят Что бы хочет Чтобы мы Поступали в этой ситуации В Яково В первой главе Со второго по четвертый Стих написано С великой радостью Братья принимайте Когда впадаете В различные искушения Знаешь Что испытание Вашей вере Производит терпение 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 же Должно иметь Совершенное действие Чтобы вы были Совершенны Во всей полноте Без всякого недостатка В первой петра В первой петра Четвертой главе Двенадцатой По тринадцатый Стих написано Возлюбленные Огненные искушения Для испытания Вам послаемого Не чуждайтесь Как приключение Для вас странного Но как вы Участвуйте В христовых страданиях Радуйтесь Да и явление Славы его Возрадуйтесь И восторжествуйте Дальше Первый петра Первая глава С шестого По седьмой стих Осем радуйтесь Поскорбев Теперь немного Если нужно От различных Искушений Дабы испытанная Ваша вера Оказалась Драгоценнее Гибнущего Хотя Их днем Испытанное Золото Похвале К чести Славы И явления Иисуса Христа Апостол Павел Говорит То что Во втором Послании Каримфинам Седьмой Глава Восьмого По девятый Стих Говорит о том Что Описании Которое он писал Послание Письме Которое он писал Он говорит Если Я опечалил вас Своим посланием Не жалею Хотя и пожалел Было Ибо вижу Что послание То опечалило вас Впрочем на время Теперь же Теперь я радуюсь Не потому что Вы опечалились Но потому что Вы опечались Покаянию Ибо опечались Ради Бога Так что Нисколько Не понесли От нас вреда То есть Описывает Что вот эти действия Вот эти искушения Это испытания На самом деле Что-то Почему-то Не происходит В нашей жизни Почему-то Господь Их допускает Но Как я сказал В начале И люди пытаются Утешить И говорить Держись Вот люди Мира Которые не знают Бога Держись Это пустая фраза Бессмысленная фраза Сказанная В воздух Ни с чего Несущая за собой Но для нас И таким образом И таким образом Исполните Закон Христов Таким образом Исполните Повеление Христа Таким образом Вы исполните Желание Христа Чтобы вы Носили Бремена Друг Друг В момент Тяжести В момент Переживания Господь И когда Мы принимаем Крещение Когда Крещение Принимали Те люди Которые Находились Здесь Впереди Мы все Радовались Потому что Все мы Являемся Частью Единой Великой Божьей Церкви Потому что Мы понимали Что те люди Которые Находятся Здесь Они так же Являемся Частью Нас Как мы Являемся Частью И как Мы все Являемся Телом Христовым Церковь Если страдает Один из членов Мы чувствуем Эту боль И мы Как-то Пытаемся Позаботиться Об этой Боли Мы пытаемся Позаботиться О том Части нашего Тела Которое Болит Вот так Церковь Господь Делает так Что у нас Появляется Если появляется Какая-то Боль Страдание Вся церковь Все вот Наши 600 человек Могут заботиться Об этой Человеке Могут заботиться Об этой Семье Можем молиться Об этой Семье Можем помогать Этой Семье И мало Того Что мы Все являемся Частью Вселенской Церкви Нас намного Больше Чем тех Членов Церкви Которые Находятся Здесь Нас намного Больше Наши Переживания Которые Происходят С людьми На Украине В Ираке В России Где-то Еще в Африке Мы Также Должны Ощущать И переживать Ту боль И помочь Об этой Боли Позаботиться С тем Что мы Можем Мы можем Позаботиться Молитвами Нашим Финансов И общением Всем Мы можем Позаботиться Потому что Опять же Мы являемся Частью Великой Божьей Церкви Невесты Христовой И это Христос Дает Каждому Из нас Для тех Людей Которые Приходят К Нему Он Понимает Он Говорит Что у вас Будет Испытание У вас Будет Искушение У вас Будет Так же Боль Но Реагировать Будете По-другому У вас Будет Так же Утешение В этом Потому Я это Понимал Когда Я стоял Клад Человека Я разговаривал С ним Я понимал Что Это мой брат Я понимал Что Это мой Друг Я понимал Что Это Божий Человек Я понимал Что он Часть Меня Я Часть Его Потому что Все мы Часть Одного Тела И мы Молились Вместе Мы Плакали Вместе И мы Вместе Ощущали Это Божественное Присутствие И каждый Раз Когда В церкви Кто-то Переживает Вот Эта частичка Его переживания Возможно Кто-то Даже Не ощущает Этого Но Она Все равно Распространяется На каждого Члена Церкви Она Все равно Распространяется На все Тело Божье Те Кто Находятся Ближе Они Видят Это Сильнее Те Кто Находятся Дальше Они Видят Это Меньше Некоторые Люди Даже Порой Не Замечают Эти Ситуации Но Все равно На них Отражается Это Все равно На них Отражается Если Член Тела Христова Член Церкви Болеет Ему больно Все равно В конце концов Оно Отразится Даже Если Ты Не знаешь Не видишь Не замечаешь Этого Оно Отразится На тебе Потому Что Между нами Происходит Духовная Связь Между нами Происходит Связь Которую Никто Не Может Объяснить Связь Духом Божьим Связь Возрождением Связь Это Всехъестественная Часть Которую Тяжело Объяснить Но Можно Понять И Принять Верой Господь Оставил Нам Церковь А чтоб Мы Заботились Я читая И размышляя Об этом Я читал Одну Книгу И там Была Написана Одна История Я знаю Что Многие Из вас Могут Рассказать Эту Историю Когда Кто-то Поддержал Даже Порой Такие Моменты Были По-моему Даже Когда В церкви Говорил У меня Не было Такой Сильно Сильно Стрессовой Ситуации У меня Было Большое Переживание Я помню Человек С Африки Прошел Проповедовал Говорил Он был Миссионером Проповедовал И не зная Меня Он подошел Ко мне Хочу С тобой Поговорить Отвел Меня В сторону Говорит Я хочу Сказать Тебе Будь Твердый Мужественный Будь Твердый Мужественный Это Господь Говорит Разочарование Но Он Поддержал Меня Удивительно Как это Происходит Человек Которого Я никогда Не знал Человек Который Был Совершенно С другой Страны Обратился Ко мне Но Я понимаю Что он Был Частью Тела Христова Вселенской Церкви Прочитаю Одну Историю Одно Письмо Одной Женщины Заболел Муж И Этот муж Он уже Он был музыкантом Был довольно активным В церкви Но затем У него начали Атрофироваться Мышцы Ему было тяжело Дышать У него уже Не мог ходить И вот Пришел момент Когда он умер Но она потом Написала всем Это письмо Разослала всем Друзьям Знакомым Церкви И вот что она Написала Когда 8 лет назад У Нормы Появились первые Признаки заболевания Вы окружили Нас любовью Заботой Сколько записок И открыток Мы получили Открытки были Забавными И глубокими Они Слили нам Тепло И заботу Они были Дороги нам Вы приходили Звонили По телефону А какие Изумительные Блюда Вы для нас Готовили Вы питали Не только Наши тела Но и согревали Нам души Вы ходили За покупками И выполняли Массу Других домашних дел Откладывая Свои домашние Дела Вы шли к нам Чтобы помочь С нашими Подметали дорожки Ходили на почту Выносили мусор Мы не были Отрезаны От церковных Собраний Вы записывали Для нас Проподи на пленку А сколько Мы получали Подарках Их невозможно Сосчитать И они Все согревали Наши сердца Вы оказывали Нам медицинскую Помощь И даже Ухитрялись Залечить Муж Зуб Прямо У нас На дому Вы придумали Всякие Приспособления Которые Облегчали Нашу жизнь Вспомните Жили для кашля Тревожную Кнопку Которой Норм Пользовался До последних Дней Вы делились С нами Стихами Из писания Среди вас Была группа Молитвенников Которые Постоянно Молились О тех Кто регулярно Мужу возможность По-прежнему Ощущать себя В музыкальной Среде И церковного Служения Музыкальной Жизни В целом О как Вы молились За нас Днем За днем Месяц За месяц Год За годом Ваши молитвы Удержали Нас на плаву Помогали Преодолеть Особенно Тяжелые Периоды Давая силы Которые По-человечески Некуда Было взять Благодаря Вашим Молитвам Мы не Ослабевали Молитвах Своих Придет день Когда мы узнаем Почему Бог Не исцелил Моего мужа Здесь на земле Но одно Знаем точно Норм прожил Гораздо Дольше Ему было Много легче Благодаря Вам Мне кажется Чтобы выразить Наши чувства К вам Недостаточно Даже слова Любовь Друзья Эта женщина Проявила Любовь Заботу Семья Этой Женщины Церковная Семья Заботилась О своем Чтении То что Его не стало здесь На собрании Он не перестал быть Частью церкви То что человек болеет О нем не забыли О нем заботились Так же как и Господь Заботится о нас Где бы мы ни находились Он любит нас Где бы мы ни находились И Он хочет Чтобы тело его Большая церковь Его заботилась Друг о другом Потому что Все мы творения Одного Бога У нас один автор У нас один отец Бог дал нам церковь Чтобы заботиться Друг о друге В этих переживаниях Это одно То что он Дал Тем кто приняли И стали его Детьми Дальше Бог говорит Каждому из нас Когда люди находятся В переживаниях Что мы поняли Что живя на земле Ходя ногами по земле Мы живем на небесах Это туда Куда мы стремимся Знаете Когда мы читаем Библию Читаем что Илья был вознесен На небеса Когда мы читаем Библию Что Бог брал На небеса Людей Которые ходили за ним И мы говорим О праведные люди Как им хорошо На самом-то деле Мы не боимся смерти Мы не боимся Этого перехода Потому что Вот эта маленькая Точка Начало нашей жизни Здесь на земле Она ничего По сравнению с тем Что будет на небесах То что Господь Послал нас сюда Для того Чтобы мы исполнили Своё предназначение Которое Он хочет Чтобы мы исполняли То что Бог Послал нас сюда Для того Чтобы мы приняли Его Получили духовное возрождение И стали новым творением Стали детьми Его То что Он Через нашей встречи Мы знаем Мы читаем Библию об этом постоянно И Бог хочет о том Чтобы на Наши переживания На земное хождение Здесь по земле Мы смотрели Как на временное жильё Мы смотрели Как на что-то временное Никуда Куда мы полагаем Свои силы Свою энергию Свою жизнь Если мы теряем Что-то здесь Мы разочарованы И я понимаю Что бывает Боль Такая боль Что когда Особенно потеря детей Потеря близких Но мы так же понимаем Что они не исчезли Они перешли В другую жизнь Писание написано Итак Если вы Это Колоссянам Третья глава С третьего стиха С первого стиха Итак Если вы воскресли За Христом То ищите горнего Где Христос Сидит Одесную Бога О горнем О небесном Помышляйте А не о земном Ибо вы умрили И жизнь ваша Сокрыта За Христом Боге Писание говорит Что вы уже здесь Умрили для этого мира Что ваша жизнь Там на небесах Да Бог дает нам здесь силы Да Бог дает нам знания Да Бог дает нам намного больше мудрости Потому что мы знаем истину Мы знаем для чего мы существуем Люди этого мира Влаживают громадные деньги Для того чтобы понять Как же мы появились на земле Куда мы уйдем потом Как же заглянуть То что будет после смерти Ну мы знаем Бог говорит Те люди Которые не принимают его Которых нет страха Божия Он называет их безумцами Глупыми Недалекими Потому что Как можно быть тебе Умным Мудрым Когда ты здесь Проживая на земле 60 70 80 90 лет Может Кто-то проживает больше Но опять же Живая здесь на земле Ты не заботишься о будущем И абсолютно это не делают Тебя с чем-то Выдающимся Знанием Или богатством Я недавно делал Мы делали работу У одной женщины У них Было Были миллионы Они пошли себе Спокойно купили дом За несколько миллионов долларов Еще один Который у них был Вложили туда 300 тысяч Ремонт Но они несчастные Вы знаете Когда ты с ними переживаешь Ты видишь Что они одиноки Когда ты смотришь на них Мы когда совершали работу С ними С ними невозможно было общаться Потому что ты видишь Какая пустота Какая горечь Какое зло Находится в жизни этих людей Христианство Предлагает людям Дар Понимание Вечной жизни Христианство Объясняет Что жизнь на земле Проходит Но смерть Это только начало Вечной жизни И когда это происходит Когда мы это понимаем То гораздо больше И легче нам Переносить эти страдания Потому что Если мы живем сейчас И ходим сейчас И смотрим то что сейчас Забываем о будущем Да мы будем переживать Что произойдет сейчас Но когда мы живем Будущим Когда мы живем Божественным Когда мы живем Духовным И естественным Тем откровением Божьим Которое наставляет нам Мы можем понимать Что нас ждет Мы можем утешаться В наших переживаниях Мы можем видеть смысл В нашей жизни Не просто пойдет Наша жизнь Кого-то запишут В истории Кого-то не запишут Кого-то будет помнить Кого-то не будет Не помнить Кому-то поставят памятник Кому-то поставят Не будет памятников Это все не имеет значения Потому что Опять же Жизнь на земле 70 лет Это всего лишь пар Это всего лишь одна минута В божественном плане Может быть 12 секунды Тысяча лет То же самое Для Бога Все это временно Все это постоянно Последнее с вечностью Как можно сравнить 70 лет с вечностью Невозможно сказать Сколько это Какая это часть Для христиан Когда мы уходим На земле Конец жизненного мира Конец жизни Это только начало Начало прекрасной жизни Встречи с Богом Мы знаем это Мы утешаемся этим Мы утешаем этим другим И мы также должны Показать это Другим людям Которые В своих страданиях В своих переживаниях В своей земной суете В своих мучениях В этой жизни Они не находят покоя Мы можем показать им То что открыл нам Бог Написано 2 Коринфянам 4 главе Ибо каковременно Легкое страдание ваше Производит безременно При избытке Вечной славы Когда мы смотрим Не на видимое Но на невидимое Ибо видимое Временно А невидимое Вечно Как говорил Когда переживания Мы нуждаемся В утешении Бог нам дал Церковь свою Бог нам Делал тело свое Бог нам дал Писание И понимание Вечного пути Божественного Но также Дал нам Бог Духа Святого Духа Святого Который Никогда Не оставляет Нас Знаете Понимание Того Что Бог с нами Всегда Куда мы Шли Где мы И находились Какой бы темной Комнатой Мы бы не были Как бы нам Тяжело Не было Понимание Это не Силет нам Сил В этой жизни Я сегодня Разговаривал С моим Одним Родственником И мы Разговаривали В той ситуации Что случилось С этим человеком Мы разговаривали И он говорит Ты знаешь Я когда слышу Мне больно Я знаю Что Бог Всегда с нами Я еще раз Прославляю Его Потому что Я знаю Что Он утешит Меня И Он сказал Так как Он будет утешать Этого человека Которого Умер ребенок Так же Он будет утешать Меня Когда У меня Что-то не получится На работе Так же Он будет находиться Со мной Своей полноценной Силой Сверхъестественной Силой Силой Творца Всевидящего Всемогущего Он будет так же Заботиться Когда у меня Проколится колесо На дороге Когда я буду ехать Потому что Этот Бог Будет там Этот будет здесь Бог будет Находиться В той же Той же ситуации И Он так же Будет заботиться Он так же Будет успокаивать Меня Он так же Будет показывать Меня Что Он Любит меня Потому что Дух Святой Не оставит меня И в той ситуации В сложной Которой Казалось бы Ситуация Громадная Боль громадная Переживание громадное Так оно и есть Но Он так же Такой же Бог Будет находиться Где бы я Не находился Чем бы я Не занимался Возможно Какое бы мелочное Другим людям Не казалось Мое переживание Бог так же Будет утешать Меня Где Бог Когда я страдаю Он со мной рядом Он стоит Около меня Он смотрит На меня Он утешает Меня Он позволяет Мне возмущаться Давать ему Вопросы Спрашивать Но Он так же Даст ответы И так же Утешит Возможно Ты не будешь Понимать Почему Для чего Это произошло Все Но ты будешь Утешенным Дух Святой Дух Утешитель Бог Он находится С каждым из нас Он никогда Не оставит нас Он будет Заботиться О нас Когда мы Задим вопрос Боже Где ты Где ты Где Находят Когда столько Голода вокруг Когда нищеты Вокруг Он скажет Я там Когда мы Будем Задать Господу Почему Я болею Почему Мне сейчас Больно Бог Скажет Я понимаю Почему тебе Больно Я понимаю Я понимаю Я понимаю Твои страдания Я буду Тебе заботиться Я буду Утешать Тебя Понимая Того Что Наша Езжительная земля Временно Понимая Того Что Наш Бог Всегда Со мной Понимая Того Что Бог Дал На сердце Церковь Свою Которая Заботится Духа Други Это Дает нам силы Это Дает нам Возможность Утешиться И утешить Других Огреть людям Их вечное Презначение Поплакать С плачущим Порадоваться С радующимся И прославить Бога В Его Путях Написано 1 Коринф На 15 Глава Горю вам Тайну Не все Мы умрем Но все Изменимся Вдруг Во мгновение Ока При последней Трубе Ибо Вострубит И мертвый Воскреснут Нетленными А мы Изменимся Ибо Тленному Сему Належит Облечься В нетление А Смертному Сему Облечься В бессмертие Когда же Тленное Облечется В нетленное И Смертное Облечется В бессмертие Тогда Сбудется Слово Написано Поглощена Смерть Победою Смерть Где твоя Жало А где твоя Победа Христос Подходитесь С людьми Которым Нужно Это Утешение Говорите Им о Боге Говорите Им о том Который Может Утешить И говорите О том Что Нас ждет Вечная Жизнь С Иисусом Христом Аминь Помолимся Господь Слава То Что Ты Наш Бог Слава То Что Ты Возродил Нас Изменил Нас Дал Нам Надежду Слава То Что Приготовлен Нам Прекрасную Встречу С тобой Слава То Что Мы Будем С тобой Вечно Вече Радоваться И Ты Даешь Нам Эту Жизнь Как Временное Хождение Временное Пристанище Господь Господи Помоги Нам Утешать Господи Двиг Тобою Кому Больно Кому Тяжело Кто Находится Господи В переживаниях В страданиях Помоги Нам Принести Тепло Которое Ты Нам Даруешь Любовь Которую Ты Нам Даешь Свет Которую Ты Нам Даешь Милосердие И Милость Которую Ты Нам Даешь Помоги Утешать Господи Дарить Мир Любовь Людям В этом мире Людям Который Кружает Нас Чтобы Они Увидели Тебя Чтобы Они Прославили Тебя Господь Чтобы Не Утешились Тебя Я прошу Благослови Благослови Тех Кто Нуждается Сейчас Господь Вот В этих Переживаниях Господь Молю Тебя Тех Кто Принес Потерю Ребенка Господь Я прошу Тебя Поддержи Исцели Господь И Господи Своим Духом Святым Поддержи Какой-то Зависимости Я прошу Тебя Исцели Их Господи И нам Помоги Нести То что Мы понимаем От Тебя Утешение Милость Любовь Смысл Жизни Господь Я прошу Благослови Свою Церковь И прославься Через Свою Церковь Прославься В Твоей Церкви Аллилуй Всего Господь Аминь Благослови